Итак, народ, всем привет! Сегодня мы на примере вот этой вот красивейной ванны покажем, как сделать красивые наружные углы, прямо ваннические, да, с помощью силикона. Именно с помощью силикона, потому что их есть несколько вариантов, как эти наружные углы можно делать, но в данном случае будет силиконом, потому что быстро, в принципе, получается очень качественно, но немножко труденкий процесс. И вообще поговорим о том, как правильно и красиво на силиконе примыкание. Поехали! Итак, ребятки, что нам понадобится? Первое, это, конечно, нам понадобится обезжиритель с тряпочкой для того, чтобы все хорошенечко обезжирить. То есть, все, берем, тряпчем у нас обезжиритель и все наружные углы, все примыкания хорошо проходим. Да, хорошо, прям, и пока мы с вами будем тут разговаривать, это все дело у нас подсохнет. Вот. Дальше нам понадобится обязательно несколько вариантов скребочков. Да, вот мы пользуемся вот такими-то там, вот такими вот китайскими, и для трудоуступных мест у нас есть специальная вот такая вот палочка, да, на которой насадочки отменяются. Вот так вот, вон. Очень важно правильно подобрать размер и вариант оформления ваше наружное угло, потому что есть они грубые, да, есть они с косом, есть вообще практически вновь выбирать. Мои рекомендации из опыта, и я вам рекомендую пользоваться скребочками от 4 мм, то есть, чтобы вот этот вот радиус был от 4 мм. 4-6 мм это идеальный вариант, тогда получится красивое примыкание, да, оно будет больше шва, но площадь самого залегания герметика будет больше и держаться он будет лучше, и само примыкание будет сформировано намного красивше, чем вот тоненькие вот такие вот прям полосочки. Мы делали и тоненькие, но в современном эти тоненькие площадки все равно начинают как-то там немножко затираться и так далее, вот, а вот эта вещь уже будет у вас практически вечно. И еще забыл, для того, чтобы соревновать красивый наружный угол, есть вот такие вот скребочки вот с такой вот вырезочкой, да, вырезочкой, выемочкой, вот они есть разные, есть вот такие, есть такие, да, вот видим выемочках. Есть они вот более острые наружочки, вот как здесь, да, вот выбираем оптимальные, в моем случае это будет вот этот от фермы Титан, вот с помощью него я буду формировать идеально красивый наружный угол. И, кстати, чуть не забыл. Герметик. Герметик, силикон, санитарный, в данном случае у нас циррозит, в большинстве случаев мы пользуемся MAPAY, да, отбираем в цвет фуги, либо в цвет плитки, либо же иногда в цвет сантехники. Это уже на ваше усмотрение. Ну, если не дружочек. А следующим этапом цветовую сантехники на нашей поверхности, не жалея, наносим герметик. Сейчас мы внутренние примыкания формируем, но в трех плоскостях получается. Мы в горизонтальной, будем делать в двух плоскостях и один вертикальный. Это стресс-сложность, потому что, если рука не набита, то очень сложно в углу, допустим, 90 градусов, да, корректно провести сливочком, чтобы не размазать какой-то сам силикон, но это дело техники со временем вы научитесь. Я сейчас вот одним лютистым движением проведу по всем трем плоскостям и должно получиться у нас идеально. Кстати, чуть не забыл. Нужна нам будет вот такая вот маленькая баночка-растуритель, в которой у нас будет вода с мыльным раствором. Этому для раствора мы сейчас наносим и на сам герметик, и на сам скребочек, которым мы будем промывать наше примыкание. А, кстати, чуть не забуду, сейчас самое важное. Развитая бумажечка. Без нее никуда. Она нужна для того, что излишки силикона будут собираться у нас на скребке, и, соответственно, нам нужно будет куда-то это все дело вытирать, но лучше бумаги с этим делом ничего не справляется. Так что берем, можно полотенце, либо взгляд на бумагу, и вперед. Можно даже с вас, друзья, заготовить, чтобы грязную ткань не помочь еще не лезть. Пару кусочков. Вот так. Берем наш мыльный раствор и наносим. И точно так же наложим. А для чего это вообще? Чтобы силикон не прилипал к скребочку, к рукам и к основанию. То есть мыльный раствор будет ухудшать, в данном случае, адгезию к другим предметам. И начинаем. Помарочка, в данном случае, намешает розеточкой, так что мы воспользуемся все-таки нашей-нашей палочкой. И вообще убираем тут на доступное место у нас. И мы сейчас в этом месте палочкой проведем, соберем наш силикончик. И с лишечки выдираем. Ничего не остается. За счет того, что мыльный раствор, палочка остается у нас чистая. Если получается так, как у нас в данном случае, силикон уже есть высохший и силикон свежий, и мы стартуем с чернового, назовем так, силикона, то подкорректировать это привыкально, чтобы было незаметно, можно с помощью волшебного пальчика. Смочим пальчик и наше место вот такими вот резкими движениями разложим. Все. Ничего не будет видно. Продолжаем вот этим скребочком, потому что мне больше нравится работать и более удобно. Смотрите, сейчас очень важный момент, да, где угол 90 градусов, там нужно не задерживаться. А постараться максимально ровно и быстро пронести нашим скребочком. Если получается так, что силикон, допустим, вот у вас упал на плиточку, да, свежий, просто это же место берем сматчем раствором, скребочек, и все. Увидеть, у вас скользит уже. Готово. Для того, чтобы подправить, опять же, смачиваем все силиконом. Вот, смотрите, опять же, у нас получился переход, вот здесь вот стык, видно, подснимем чуть-чуть, да, вот видим стык с одного скребочка на другой, да. Сейчас я его с помощью универсального сролита размажу. Делать вот таким движением. Все, стыка нет. И еще один очень важный момент, это вот для того, чтобы вертикальные привыкания. Здесь тоже нужно провести одним движением, то есть не задерживаться на этом углу, а именно одним движением провести, чтобы получилось у нас красиво. И желательно по отношению к шву, вот так покажу, держать неровно, а немножко как бы раздвинуть скребочек, потому что получится так, что вы попадете в шов с дык, да, другой, если сможете, там, два, пять. То есть вы будете вести свой скребочек, попадете в шов, и сделаете такую ступенчу. Потом опять вот этим лошадовым инструментом там все разграживают. Короче, чем больше вы туда лезете, тем больше будет у вас подряд. Нужно сразу за один раз максимально быстро провести. Снимаешь? На вот таких сложных соединениях можно пройти, как будет, смотрите, я скребочек сейчас под углом вот так вот повернул, да, и вот мы ведем и уходим как бы за линию нашей столешницы, да, выводим как бы этот шов, а потом можно взять и с другой стороны подрезать эту всю штукенцию. Вот и тогда получится тоже красиво быстренько примакать у нас. Еще очень важный момент вот здесь вот под столешкой, да, здесь излишки собирается, это берем просто под столешечки и вот так вот обрезаем. Сложность в этой работе составляет то, что вот у нас есть здесь три плоткости, да, но вот в этом моменте вот здесь у нас есть вертикальный угол, вот если ты поснимешь, он у нас с дефектом. Сейчас ничего делать не надо, не лезть туда, не пытаться устранить, ждем до завтра, когда все высыхает, приезжаем завтра я одним легким движением сверху вниз, вот так вот проведем, и этот уголочек сформируется у нас красиво, и все наши неровности перекроют и будут, классно. Таким, либо таким, не важно, сверху вниз, в плавном движении. Самый важный момент, и если на шве образуется воздушный пузырь какой-то, да, либо еще саринкой какая-то и так далее, прямо сейчас не нужно ничего устранять. Точно так же мыльный раствор этот, который у вас остается, не нужно прямо сейчас втирать, дайте вам подсохнуть, дайте подсохнуть герметику хотя бы полдня, а потом уже влажная рябочка, можно будет это все дело убрать, потому что если начнете сразу же, обязательно влезете в этот шов, обязательно повредите, обязательно будете это все делать, переделывать, срезать и так далее. Вот как в нашем случае получилось. Так что делайте это все, я думаю, правильно, делайте качественно, соблюдайте технологии, и будет у вас классный результат в такой раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!